13 января в нашей стране ежегодно чествуют журналистов. В Ульяновской области зарегистрировано около 200 СМИ. Это газеты, журналы, радиостанции, телеканалы и сетевые издания. Минувший год был сложным для региональной журналистики, но вместе с тем принес многим заслуженные награды, победы и успех. Работников региональных СМИ с профессиональным праздником поздравил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Дорогие друзья, имейте мои самые сердечные и теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем Российской Печати. И, конечно, с наступившим новым 2024 годом. Для региональных средств массовой информации прошедший год был крайне непростым, но при этом он нас закалил, открыл новые возможности. 2023 год принес новые проекты сети Дорожное радио в Ульяновской области. Радиостанция не сбавила темпов роста, улучшила качество вещания. Во многом это заслуга директора радиостанции, который получил из рук губернатора почетную грамоту. Вообще мне 37 лет. Из этих 37-17 я работаю в средствах массовой информации и последние 7 лет на должности руководителя. Поэтому эта награда – это подтверждение, наверное, того, что я в правильном направлении двигаюсь. Владимир Сахарцев работает в СМИ уже более 37 лет. Награда для него – высокая оценка работы всей редакции. У газеты почти 95-летняя история. И я рад, что мой вклад оказался не напрасным. И, наверное, то, что жил по принципу, где родился, там изгодился. Я совсем немножко поработал в Тверской области, тоже в газете. И после приехал сюда, на родину, в Майну, и 37 лет отдал районной газете. Для собственного корреспондента информационного агентства ТАСС Натальи Хороших почетная грамота губернатора – большая радость и гордость. Для меня это очень большая радость, очень большое достижение, я считаю. И самое главное, секрет успеха, наверное, долголетия федеральной прессы – это любить свою работу. Каждый день находить новые информационные поводы, качественно их отрабатывать. День российской печати объединяет работников разных отраслей. Его отмечают полиграфисты, почтовые работники. Они помогают создавать и распространять информацию, доставляя ее до читателя. Поэтому этот праздник, он объединяет труд многих людей. И хорошо, что вот есть такая дата, тем более много десятилетий наши коллеги и мы, я отмечали этот праздник 5 мая, весной. Вот сейчас уже много лет мы отмечаем 13 января, потому что в этот день вышел первый номер газеты «Ведомости», основанный Петром Первым. И поэтому уже более 300 лет прошло, вот со дня основания печати. Она действует, она существует, она развивается. Журналистов наградили и в городской администрации. За добросовестный труд благодарственными письмами поощрили сотрудников печатных и интернет-изданий, радиостанций, в том числе и телеканал «Улправда ТВ». Корреспондента Юлию Рудневу и оператора Германа Баранова. Акул Пера поздравил глава города. Друзья, новости публикаций, которые вы создаете, формируют образ нашего города. Общественные мнения и рождают самые разные точки зрения. Мы, в свою очередь, стараемся быть максимально открытыми и доступными для СМИ. Такое эффективное взаимодействие однозначно приносит пользу города и его жителям. У журналистики Ульяновской области большое будущее. Она развивается, помогает решать проблемы и служит читателям. Валентина Никонова, Юлия Руднева, Анатолий Рассохин и Герман Баранов. Уллправда ТВ.